Привет, друзья! Меня зовут Анатолий, это Мясокит, канал о книгах и кофе. И сейчас я хочу рассказать о книге Алексея Поляринова «Риф». Это новый роман автора, второй изданный роман Алексея Поляринова, и он не менее интересный, чем первый, который называется «Центр тяжести». Алексей Поляринов – это один из немногих молодых авторов, за которыми я прям слежу. Я прямо читаю по возможности все, что он выпускает. Особенно люблю его статьи в американской литературе, не только в американской. У него, кстати, вышла целая книга, почти два килограмма слов. Это сборник его статей о книгах. Но мы будем сегодня говорить о романах Алексея Поляринова. Ну и я напомню, откуда вообще я узнал об Алексея Поляринове. Это, конечно, благодаря «Бесконечной шутке» Дэвида Фостера Олеса, которую Поляринов помогал переводить на русский, и, что самое главное, не просто переводил, но и продвигал эту книгу, рассказывал о ней активно. И, в общем-то, во многом это его вина в том, что «Бесконечная шутка» через 20 лет после успеха на родине, в Америке, стала довольно успешным, конечно, узко успешным интеллектуальным бестселлером в России. Книгой, которую никто не дочитал, но все делают вид, что пытались. Вот как и я. И, в общем, на моем канале есть целая серия видео, как я пытаюсь прочитать «Бесконечную шутку». Но шутки шутками, бесконечные шутки. Но вернемся к Алексею Поляринову и его рифу. Издательство «Эксмо» завело новую серию «Инспирия» для таких вот умненьких книжек, как и Алексея Поляринова. В этой серии издается, например, «Нобелевский лауреат» Ольга Токарчук и много других всяких таких умных книжек. Заведомо понятно, что риф написан не для массового читателя. С одной стороны, казалось бы. То есть ее и подают так, и продают так, и рекламируют так, и рассказывают о ней именно так. Тем не менее, риф вошел в топ-лист книжной ярмарки «Нонфикшн», которая в этом году пройдет онлайн, а оффлайновая версия пройдет только весной по всем понятным причинам. Вообще попасть в топ-лист книжной ярмарки «Нонфикшн», самый главный, самый авторитетный книжной ярмарки России, это довольно-таки нифига себе. И давайте попробуем понять, почему. Итак, роман «Риф» Алексея Поляринова. Это книга, которая написана в форме трех пересекающихся повестей, которые разделены на главы и чередуются в таком... Ну, чередуются. То есть там сначала об одной героине, потом о другой героине, потом о третьей героине. Это Кира, Таня и Ли. Три героине, которые сначала непонятно, чем они связаны, а потом мы узнаем, что их судьбы сплетены в одну историю. И эта история связана с сектами, с сектантством, с тоталитарным сектантством. С сектантством, который подавляет волю, уничтожает личность, насилует своих приверженцев и заставляет их поменять жизнь к худшему. То есть, собственно говоря, главный есть некий антагонист в этой книге. Это как раз глава секты, который, как мы в конечном итоге выясняем, ну, просто вот тот человеческий подонок. Человек, которому приятно властвовать, приятно коверкать судьбу людей. Ему нравится управлять людьми, управлять безвольными людьми. И ему нравится абсолютная власть над ними. Почему книга такая актуальная, классная, попадает в топ-листы, вообще вызывает большой интерес? Потому что, ну, во-первых, героини. Здесь три героини. Все три, это по-своему такие сильные и интересные женщины. У них у каждой своя любопытная судьба. Опять же, как я говорил, эти судьбы потом переплетаются. Я просто совершенно постараюсь о сюжете не говорить. Тут все-таки есть такие твисты, тайные, закавычки такие, не очень-то серьезные. Но, тем не менее, лучше их не раскрывать. Так вот, это такие, в общем, довольно сильные и интересные женщины. Причем, если мы говорим о Тане, то это, конечно, вначале она кажется совершеннейшей размазнёй и тряпкой. Но, когда она начинает действовать, пытаясь спасти дорогого себе человека, выясняется, что она готова на очень серьезные жертвы. Она готова на действия. Она готова на сопротивление как обществу, так и собственной слабости. И это прямо поражает. В каком смысле, наверное, я бы сказал, для меня лично, Таня, конечно, главная героиня этого романа. Потому что наиболее сильная перемена, наиболее неожиданная происходит именно с ней. И, наверное, для меня это такой признак, ну, такого именно основного внимания к этому персонажу. Наибольшее, наверное, наибольшее сочувствие Таня именно вызывает. Действие романа происходит в 2017 году, то есть это роман на современном материале. И тут важно очень сказать, если в американской и европейской литературе романов на современном материале очень много, то в русской литературе таких романов до последнего времени было крайне мало, буквально почти совсем нисколько. Либо это была фантастика, перенесенная в неопределенное будущее, как первый роман Поляринова, который, ну, тем не менее, он скорее был романом на современном материале, но действие его происходило в некотором как бы таком будущем, что ли, да, таком как бы условном, в такой альтернативной реальности. То вот в этом романе это прям вот конкретно какой-то 17-й год. Конечно же, как и в первом романе Поляринова, здесь тоже допущены такие допущения. Это реальность, это современность, но она как бы чуть-чуть отличается от совсем настоящей реальности. То есть есть какие-то мелкие, небольшие допущения, которые показывают нам, что это все-таки вымышленный мир, художественная вселенная Алексея Поляринова. Вот. Ну, это, наверное, важно для него, потому что, опять же, если мы вспомним «Бесконечные шутки» Дэвида Фостера Уоллеса, мы понимаем, что, видимо, для Поляринова вообще важно создавать именно такую немножко искаженную реальность. Это очень прикольный прием, который ему очень нравится. Дальше, да, почему роман опять вызывает какой-то такой интерес. В нем подняты или намечены, не все темы там полностью раскрыты, какие-то важные темы современности. И вот в первой главе про Киру сразу же была поднята тема. Я когда начал читать, я такой, о, класс, ну, типа, это вообще прям очень-очень актуально. Даже странно, что роман вот вышел именно сейчас. Понятно, что роман был написан несколько раньше, чем вышел. И как-то вот Поляринов почувствовал тему вот эту всю... Сейчас я скажу, какую. То есть, прямо совсем актуально. То есть, ну, эта тема не очень раскрыта в романе «Риф». Это, наверное, главное разочарование мое, например. Она только намечена там. Это тема замалчивания исторических травм в нашей стране, исторических преступлений каких-то, да. Потому что в первой главе речь идет о вымышленном городке Северном, в котором в 62-м году произошло выступление рабочих, митинг рабочих, который был не просто разогнан властями советскими, а рабочие были расстреляны прямо на площади. И там показано, что современные жители в 80-е годы, часть действия происходит... Кстати, глава Киры происходит в 80-е годы, уточнение по поводу времени действия. Так вот, люди не хотят вспоминать об этом, не вспоминают об этом, и даже сознательно умалчивают, более того. То есть, они хотят этой информацией делиться. И более того, они реально не помнят или не знают. То есть, они знают, что был такой вот митинг. Он был разогнан, были жертвы, но из-за чего конкретно был митинг? Кто в нем участвовал, почему произошел, как все произошло? Никто не знает в этом городке. Никто не помнит и не хочет помнить. И потом выясняется, что в библиотечном архиве, в архивах нет информации об этом, она уничтожена. И роман «Риф» – это роман о памяти. То есть, сама тема памяти раскрыта в романе великолепно, а вот тема конкретно исторических преступлений, которые намеренно забываются, только намечена в главах Киры. И мне не хватило большего на развитие этой темы. С другой стороны, роман небольшой для быстрого чтения. Это очень классно в нем, потому что он совсем небольшой, правда. Там меньше 300 страниц. Он читается очень быстро и очень увлекательно. А вот тема памяти в романе затронута классно. Потому что секта, в которую попадают некоторые герои этого романа, опять же, я стараюсь не говорить слишком много, это секта забвения. Главный злодей он исходит из того, что человек несчастен, потому что он помнит слишком много плохого. А значит, нужно забыть плохое, оставить все прошлое за бортом. И этот самый сектант главный, он вообще ученый-антрополог, он доктор наук в прошлом. И он исследовал там такое тоже вымышленное племя островное, в котором было полностью табуировано вообще всякое воспоминание о прошлом. И даже запрещено было называть имена предков. Не просто запрещено, а это было страшнейшее табу. Табу, нарушая которое, человек просто приговаривал себя и свой народ к гибели. А это отдельная история, нужно читать самостоятельно, опять же, в романе Риф. И вот этот вот антрополог в итоге приходит к идее забвения, создания некой религии, основанной на том, чтобы просто стереть свое прошлое, а, соответственно, после этого превратиться в абсолютно другого. человека. Полярин обжил своей книгой, показывает, что это не то чтобы невозможно, это возможно, к сожалению. И современная нейробиология об этом прекрасно нам сообщает. Можно все забыть. Но это отвратительно. Это ужасно. Это худшее, что можно сделать с человеком. По мнению, как мне кажется, автора, если я его правильно понял. И роман как раз своей легкостью, увлекательностью и простотой в то же время показывает нам, что никто из нас не в безопасности в этом смысле. Мы постоянно забываем. Мы постоянно готовы захотеть забыть. И мы иногда даже готовы пожертвовать своей реальной индивидуальностью ради того, чтобы избавиться от навязчивого зла, которое хранится в нашем прошлом. Вот о чем роман Риф. Роман очень интересный, увлекательный. И заслуженно попавший во всякие списки нужно прочитать в этом году. Не потому, что это может быть какое-то великое произведение русской литературы. А именно потому, что это современное, прямо вот сейчас написанное и сегодня должно быть прочитанное произведение. Потому что мы не знаем, будет ли это интересно через полгода даже. Но прямо сейчас это интересно крайне. потому, что касается происходящего сейчас с нашим российским и мировым обществом. Алексей Поляринов, Роман Риф. Импринкт издательства Эксмо, Инспирио. Советую, читайте и наслаждайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова